Встреча с коллективом автозавода ГАЗ Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выделять свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Выдвижение кандидатуры Путина на президентские выборы 2018 года уже поддержали многие политики и известные люди. Президент Татарстана Рустам Мениханов призвал оказать поддержку будущему президенту страны. Об этом глава республики говорил в Москве на заседании медиаклуба при полномочном представительстве Республики Татарстан в России. Мы живем в непростое время, но так получилось, что никто не хочет, чтобы Россия была сильной. Все хотят, чтобы она была послушной. Мы должны все объединить наши интересы, забыть про все обиды и показать единение нашей российской нации и оказать поддержку будущему нашему президенту. Неделя началась с ожидаемой кадровой сенсации. Ингель Фатахов освобожден от должности министра образования науки Татарстана в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ в понедельник подписал президент республики. Другим указом Рустам Мениханов назначил исполняющими обязанности министра образования Рафиса Бурганова. В этот же день его представили коллективу. Рафис Бурганов – персона в республике известная. Он руководил исполкомом Казани, а затем пять лет занимал пост министра по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана. С 2014 года Бурганов был депутатом Государственного совета республики, председателем парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Теперь кандидатуру Бурганова на новую должность должны согласовать депутаты госсовета. В Казани к 15 декабря запустят информационную систему управления муниципальными услугами. Ее главная цель – предоставление услуг горожанам в электронной форме. До 20 декабря новую систему должны интегрировать с системой межведомственного электронного взаимодействия с полкомом. В целом же по количеству пользователей электронными услугами Татарстан занимает лидирующие позиции. О возможностях портала мы говорили в нашей студии в этот вторник. Вообще у нас есть так называемый майский указ Владимира Владимировича Путина 2012 года. По нему к 2018 году 70% жителей должны Российской Федерации использовать электронные услуги. И ежегодно подводятся итоги в разрезе субъектов. Росстат проводит специальный опрос и считает, сколько в каждом регионе таких жителей. Вот два года подряд Татарстан лидирует по данному показателю. И по итогам 2016 года у нас 79% жителей используют электронные услуги. По детским сервисам я на своем примере уже рассказывал. Но вообще это такая социальная сфера. Стараемся максимально переводить ее в электронный вид. Потому что и родители, и экономически активные очень жители. И надо, чтобы их время очень бережно тратилось. Поэтому мы не только уже на компенсацию, можно и рождение зарегистрировать, и в садик записаться, и в последующем оплачивать услуги детского сада. А также та категория семей, которая имеет право по уровню дохода на получение компенсации, может это заявление также подать в электронном виде. Прелесть в том, что подаешь заявление, оно полностью электронное. Указываются данные банковской карты для будущего перечисления средств. Сама соцзащита в режиме межведомственного взаимодействия получает все остальные данные. Вот тот же уровень доходов они сами проверяют. И если все нормально, то без посещения органов соцзащиты начинает перечисляться компенсация. Кроме этого, пособие на ребенку у нас есть. Ряд льгот для многодетных семей. Это и проезд, и жилищно-коммунальные услуги, и лекарственное обеспечение. Это также можно все в электронном виде на портале подавать. Также есть пособие за проезд пенсионерам, субсидии за жилищно-коммунальные услуги для инвалидов. Также вот в такой же режиме, что это особая категория наших граждан, чтобы им было удобно, можно электронно, не приходя в органы соцзащиты, подать заявление. Приложение называется «Услуги РТ». Доступно в магазинах приложений для платформ iOS и Android. Оно включает в себя самые популярные услуги. Все, про которые мы сегодня проговорили, это и оценки, и запись к врачу, и оплата услуг ЖКХ, и налоги. Также можно в электронную очередь записываться. Это когда, по такому же принципу, как запись к врачу, только можно еще записаться в МФЦ, это услуги Росреестра, связанные с недвижимостью. Сейчас их только там можно получить. Это центры занятости, это отделы соцзащиты, тоже очень удобно, можно экономить свое время заранее, где вы бы ни находились, с мобильного телефона записаться на прием. Все эти услуги доступны, также мобильные приложения есть на татарском языке, поэтому рекомендуем также устанавливать, пользоваться. Это определенный, скажем так, тренд. Все, постепенно все приложения, все сервисы уходят в мобильное приложение, потому что мобильный телефон всегда у людей с собой. Это вот портал, это компьютер, это надо что-то дома делать, а с мобильным приложением всегда при тебе. Плюс мы планируем развивать так называемые персонифицированные сервисы. У нас сейчас идет проект с министерством образования. Мы реализовали возможность получать уведомления от классного руководителя, от руководства школы, можно подписаться. Потому что сейчас есть культура определенная, что создаются группы в популярных чатах, ватсап и так далее. Там не всегда полезна бывает информация, а здесь государственное приложение, и можно будет напрямую от школ получать важную информацию. И также телефон всегда при себе, как что-то плановое и внеплановое, очень быстро можно будет до родителей довести информацию. Поэтому тоже всячески рекомендуем. Все популярные услуги в мобильном приложении есть. Виртуальные деньги берут под контроль. В Госдуму направлен первый закон-проект о регулировании децентрализованного виртуального имущества, криптовалюты и токенов. А в Венесуэле пошли дальше. Там заявили о планах создать национальную криптовалюту. По мнению властей, это позволит обойти экономические санкции для доступа к новым формам международного финансирования. Между тем, в четверг биткоин преодолел второй исторический максимум за день, подорожав до 15 тысяч долларов. Как относиться к таким инструментам, об этом мы говорили в нашей студии в этот понедельник. В России, поскольку статус всех криптовалют, в том числе и биткоин, не определен, поэтому официально их использовать для расчетов нельзя, потому что непонятно, что это такое. Можно их покупать, продавать через некоторые биржи, которые этим занимаются. Они все расположены за пределами Российской Федерации. И тут очень много юридических вопросов возникает, потому что непонятен их статус. Поэтому юридически я не могу сказать, можно или нет. Фактически, да, можно скачать программу, можно установить так называемый кошелек, перевести денежные средства, доллары, ну или рубли, потом сконвертировать доллары и перечислили бы сразу доллары на определенный реквизит. И вам на этот кошелек будет зачислено определенное количество криптовалют. И впоследствии поменять обратно. То есть технически это возможно. Очень часто на курсах, которые учат фондовым рынкам, показывают графики изменения каких-то активов и говорят, вот смотрите, если бы вы такого числа купили вот эту ценную бумагу, то к сегодняшнему дню вы бы заработали такую сумму. Зная, что произошло, конечно, правильный ответ еще надо было делать вчера. Но вопрос, покупать ли сегодня, очень спорный вопрос. Я не возьмусь прогнозировать, что будет завтра с ним. Поэтому, мне кажется, если вы уже успели в свое время вложиться в биткоины, ну, надо радоваться, получать удовольствие, может быть, даже подумать уже о том, чтобы перевести их в денежные средства уже обратно, чтобы избавиться от этих рисков. Если вы еще не вложились, то, ну, вот к этому надо, можно к этому относиться, как к инвестициям, но очень высоко рискованным инвестициям. То есть, это нельзя туда вкладывать последние деньги, нельзя туда вкладывать заемные деньги. Это какая-то часть только должна быть, которая, если вы ее потеряете, то вы не сильно ухудшите свое материальное положение. А в какие конкретно криптовалюты вкладываться, я тем более не возьмусь советовать. Это тут вопросов больше, чем ответов. Я считаю, что закон нужен. Объясню, почему. Сейчас непонятно, что это такое. Непонятно, и вот даже вот однозначно ответить, можно ли использовать криптовалюту, в том числе и биткоин, в России для расчетов за товар, работы, услуги, сейчас и юридически чистого ответа нет. Потому что непонятно, что это такое. И хотя бы для этого нужен закон. Поэтому я считаю, что закон нужен. Какой? Это вопрос дискуссии. У нас в Госдуме 450 умных человек сидят. Пусть они и решают, какой должен быть. А потом уже, надеюсь, они догадаются привлечь профессиональное сообщество для консультаций. В крайнем случае, потом уже этот закон можно корректировать. Но отсутствие закона, это очень плохо. Даже вот если по закону будет признано, что криптовалюта, биткоин, является денежным суррогатом, а у нас по законодательству денежные суррогаты, их выпуск запрещен, то любой владелец майнинговой фермы на территории России, он попадает под действие уголовного кодекса. То есть вы все-таки за регулирование? За регулирование. И подчеркну, еще больше я за внедрение регулированной технологии блокчейна. Нижнекамские студенты успешно выступили на региональном конкурсе рабочих профессий. Он проходил в Казани. Будущие автомеханики, экспедиторы, робототехники, штукатуры продемонстрировали свои навыки, справились с теорией и практикой. Цель чемпионата WorldSkills – привлечь внимание молодежи к рабочим специальностям. И нижнекамские студенты уверены, чтобы преуспеть в жизни, не обязательно трудиться в офисе и быть белым воротничком. Дмитрий четыре года учится на автомеханике в Политехническом колледже. Профессия эта нравится, любит чинить автомобили, рассказывает молодой человек. На конкурсе оказался среди лучших, занял второе место. Было у меня пять этапов. Это коробка передач, двигатель, система кондиционирования, потом электрика и система тормозов. У Зайтуны испытания проходили за компьютером. Ее направление – экспедирование грузов. Нужно было и документы правильно заполнить, и справиться с нестандартными ситуациями, которые придумывали судьи. Необходимо обеспечить сохранность груза во время его доставки. В первую очередь это большой опыт. Это общение. Это дополнительные знания, которые в рамках учебных программ зачастую получить невозможно. Потому что любое учебное заведение ограничено в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по специальности. И дать что-то сверх этого стандарта бывает зачастую проблематично. Шамиль Анваров, студент агропромышленного колледжа, занял первое место в компетенции сухое строительство и штукатурные работы. Строили стены, потом второй день мы шпаклевали, вставили уголки, сделали стыки. На третий день молдинг и фристайл. А вот Владислав изучает беспилотные летательные аппараты. На конкурсе WorldSkills занял второе место. Будущее за всей робототехникой. Беспилотные летательные аппараты можно использовать во всех сферах. WorldSkills – международная некоммерческая ассоциация. Ее цель – повысить статус, квалификацию и популяризацию в рабочих профессиях, где соревнуются мастера на все руки. Механики, маляры, слесари и другие. Прежде чем добраться до мирового чемпионата, нужно занять первые места на региональных и всероссийских. Светлана Шумкова, Максим Липин. Новости Татарстана. Что такое WorldSkills? Что такое рабочая профессия? Это каменщики, это плотники. Это те люди, которые создают материальные ценности, среди которых мы живем, которыми мы пользуемся ежедневно. И постепенно в эти рабочие профессии, постепенно в нашу жизнь, все больше проникают IT-технологии. И вот наша компетенция, звукорежиссура – это относительно новая компетенция, которой, кстати, нет еще на мировом уровне. Но Россия, как всегда, впереди планеты всей, она создает такие компетенции, которые в дальнейшем начинают участвовать в мировых чемпионатах. Изначально это движение молодых профессионалов. Это молодые профессионалы в возрасте от 16 до 22 лет. Дело в том, что это и есть наше будущее. И на таких людей, в общем-то, и работодатели, и правительство, и страны, они смотрят с надеждой, и они ищут этих людей, ищут тех, кто, в общем-то, будет вести экономику, развивать экономику любой страны. Потому что за молодым будущее. Есть еще подразделения, это в России, я знаю, точно есть, это Junior Skills, это относительно, это совсем уж маленькие участники, это от 14 до 16 лет, но не то, что маленькие. Они готовятся стать профессионалами, они ищут точки приложения, они ищут свои будущие профессии и пробуют себя в той или иной сфере. И для них специально организуются такие мероприятия в рамках чемпионата WorldSkills, проходит чемпионат JuniorSkills. Актуальные вопросы инфекционной патологии обсудили эпидемиологи, врачи-терапевты, педиатры. В Казани прошла межрегиональная научно-практическая конференция Приволжского федерального округа. Второй год подряд в нашей столице собираются ведущие ученые России, связывает их одна цель – обменяться опытом по диагностике и лечению инфекционных заболеваний. Как выяснилось, жители страны стали чаще болеть корью и коклюшем. Причина распространения таких болезней – отказ от прививок. К примеру, только в республиканскую инфекционную больницу в месяц поступают по пять малышей до года. По словам врачей, в таком возрасте болезнь протекает крайне тяжело. Среди населения действительно бытует мнение, что вакцины наносят вред, запускают какие-то аутоиммунные процессы, другие заболевания могут запустить. Хочу сказать, что все-таки нужно руководствоваться с какими-то аргументированными данными, потому что вакцина-профилактика рекомендуется не только в условиях Российской Федерации, она принята мировым сообществом, и Всемирная организация здравоохранения говорит, что от некоторых инфекций это единственное эффективное средство борьбы. И когда родители, например, решают отказаться от вакцинации ребенка, от той или иной инфекции, то моя большая рекомендация родителям, прежде всего, посмотреть, что это за заболевание, каким последствиям может привести заболевание у ребенка. И вот вакцинация рекомендуется именно от тех инфекций, которые представляют большую опасность для здоровья. Давайте для примера возьмем хотя бы те инфекции, которые включены в календарь профилактических прививок. Вирусный гепатит B, исходом цирроз и рак печени. И чем раньше заболевает, если это заболевание развивается в детском возрасте, тем быстрее прогрессирует это заболевание. Единственный метод профилактики этого заболевания – вакцинация. И отказываться от этой вакцинации вообще категорически нельзя. И, собственно, вот эта вакцинация, она нам резко, даже на уровне Татарстана, позволила снизить заболеваемость вирусным гепатитом B, а, соответственно, и хроническими вирусными гепатитами. Давайте возьмем следующую инфекцию – коклюш. Если кто-нибудь когда-нибудь видел больного коклюшу в той форме, в которой мы видим как врачи-инфекционисты, он не пожелает такого состояния ребенку своему, потому что это частые остановки дыхания. Это практически возможность развития летального исхода при несвоевременном оказании медицинской помощи. И это очень большие страдания для ребенка. Заболевание длится очень долго, поэтому стоит ли задуматься. И сейчас как раз рост коклюша связан с тем, что родители отказываются от вакцинации коклюша. И, собственно, болеют не только дети, они инфицируют и взрослых. И сейчас коклюш уже регистрируется и среди взрослых. И нужно помнить, один ребенок вакцинированный, он не принесет инфекцию в семью. И, соответственно, не заболеют те члены семьи, особенно лиц пожилого возраста, бабушки и девушки, которые потенциально находятся с ним в контакте. На смену бесснежному ноябрю пришли декабрьские снегопады. Всю неделю татарстанцы добирались на работу сквозь автомобильные пробки и снежные заносы. В Нижнекамске жители жаловались на неочищенные улицы, во дворах огромные сугробы, на трассах заносы. Дворники и техника не справлялись, говорит коммунальщики. На линии работают 25 спецмашин, а место убранного снега быстро занимает вновь выпавший. Каша на дорогах, обочины в сугробах, парковки завалены снегом. Если с последним автолюбители еще готовы мириться, то нечищенные дороги вызывают у них совсем неположительные эмоции. Плохо. Как всегда, не готовы. А тяжело ездить? Тяжело, особенно по дворам, там вообще нечищено. Еду кое-как. В Казани приехал вообще. А в Казани как? В Казани получится. Заваленные снегом дороги для водителей – настоящее испытание. С терминами пробуксовка и занос за три дня снегопада успел лично познакомиться практически каждый автолюбитель. То, что дворники работают не покладая рук, ситуацию не сильно улучшает. Светлана Купцова чистит снег во дворе Менделеева, 25, с самого утра. Но одной вычистить всю придомовую территорию за несколько часов просто невозможно. Очень много. Снег наверстает свои упущенные. То, что не было в ноябре, вот за два дня много снега, да, работы много. Сейчас трактор приедет, уберем с проезжей части весь снег. Действительно, зимой коммунальщики вызывают спецтехнику практически каждую неделю, понимая, что один дворник с уборкой не справится. Ладно, с дворами понятно. За их чистоту отвечают управляющие компании. А что насчет магистралей? Почему дороги буквально завалило снегом? И где хваленая техника? Десять машин, коммунальных машин, со щетками, с отвалами работали. Три грейдера были выведены на линию. МТЗ со щетками, тоже с отвалами работали по остановочным павильонам, по пешеходным переходам. В шесть утра, полседьмого, ночная смена заехала. Город был уже в центральной улице, все в чистоте. Решающее слово в дорожной ситуации остается за погодой. Если снег бесперестанно идет на протяжении нескольких часов, то от уборки толку не будет. Сейчас, как нас заверили, в городе работают 25 единиц спецтехники. Эльвир Софиуллин, Рафаэль Ракипов, Новости Татарстана. Центральная площадь Бугульмы на глазах меняет облик. Как символ года, хвойная красавица уже заняла свое почетное место. Полным ходом идут работы по созданию горок. До Нового года осталось меньше месяца, и создатели новогоднего чуда уверяют, сказка будет, невзирая на капризы погоды. На почетное место установили каркас елки, завезли блоки для горок, пригнали тяжелую артиллерию и стали создавать сказку. По городу определены несколько площадок, где будут оформляться новогодние городки. И одной из центральных и самых излюбленных мест посещения наших граждан является центральная площадь Емель-Ленина. Раз ступенька, два ступенька, будет горочка. Каркас ледяных скатов растет с каждым днем. Две горки 14 и 18 метров строятся, невзирая на капризы погоды. Легкие минус на градуснике для строителей оборачиваются существенным плюсом. В такую погоду новогодняя сказка пишется особо быстро. Горку собираем. Начало работы в пятницу начали. В пятницу было хорошо, без снега, сейчас уже снег. Приходится расчищать. Скоро Новый год, будем радоваться. Делать настроение для горожан, чтобы было красиво, хорошо покататься было где. 20-ти метровый символ года в этом году облачится исключительно в натуральный лапник. Наряд, что называется, с иголочки. Никакой искусственной хвои. Гирлянды и мишура пока убраны в запасники. На данном этапе для необычных портных главное, чтобы колючий костюмчик просто сидел. Новогодних чудес ждут всем городом. Бугульминцы радуются снегу и вносят свои штрихи в зимнее оформление площади. Падающий дождик. Один год как-то красиво украсили, вот действительно замечательно смотрелось. А потом он пропал. Погода чувствуется тоже, почувствовала, что Новый год приближается. Решил подарок людям сделать. Время главный двигатель новогоднего оформления до 2018-го остается меньше месяца. К 10 декабря город должен утонуть в огнях иллюминации. А уже 23 числа центральная елка официально предстанет перед горожанами во всей красе. Ирина Герасимова, Наталья Быстрова, Дмитрий Архангельский. Новости Юго-Востока. Бугульма. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова